Фашисты убивают! Власти покрывают! Фашисты убивают! Власти покрывают! Если переход назад, походный концерт, прогулка по гору с друзьями, акция, это все могло быть очень плачевно. Угроза была слишком велика, риск очень большой, цена была очень высокая. Сейчас мы добились многого. Нацисты боятся сегодня наши концерты, нацисты чувствуют угрозу. Мы сейчас чувствуем себя уже хозяевом в своем городе, я считаю, это важно. Нацисты не исчезли, конечно, они есть, но они чувствуют границу, что вот здесь мы, а вот там они. И если не надо прийти к нам, мы дадим им пизды. Раньше было много шансов получить несерьезные травмы, сейчас мало шансов, но травмы стали серьезными. Именно образ того, что баны такие самые крутые, самые опасные люди, он закончился благодаря Антифе. Уличная борьба тоже дала о себе многое знать. Сейчас при движении и нацисты боятся ходить по улицам. Антифа создала крутую, полезную для либертарной среды субкультуру, раз. Второе, что они реально сильнее банов принципиально по всем составляющим. Это два. И, соответственно, мне кажется, это сильно повлияло на сокращение и активности банов, и количества банов. Они прекрасно знают, что если я пойду с ошибкой к нам не втяг, да, или у меня будет ошибка на свастика какая-то, то я, скорее всего, с одной остановки до другой, я не доеду, я пройду свои щи в этом же метро. И они это прекрасно знают и понимают. И я думаю, это маленькая, но победа. Найти в последнее время фашиста становится все сложнее и сложнее. Сами они все реже и реже существуют как организованные группировки, и уж тем более как серьезные организованные группировки. На нас они нападать боятся, а когда на них можно напасть, они обычно сильно превышают нас в количестве, как то русский марш. В последнее время они еще и милицией стали охраняться, такие мероприятия. Поэтому не очень часто, на самом деле, случаются столкновения. Действия, возможно, они повлияли, то что они стали гонять больше на беспалеве, более скрываться, но особо меньше их не стало из-за этого. Более обострилась борьба, но они начали принимать более жесткие методы. Мы с обеих сторон людей режут уже, пошли укрестить. В принципе, движ растет, и я считаю, что оценка улучшается в нашу сторону. Но я надеюсь, это не будет волнами. Их несколько лет, наши несколько лет. Мы потихоньку растем, потихоньку растет наши сцены, наше движение. И уже даже простые люди знают, что какой антифаль пять лет назад никто бы не ответил. И я думаю, что мы не ответили на этот вопрос, если бы нас спросили. Но сейчас потихоньку мы разбиваемся. Баньон, нахуй, оборачивается, сука, себе за спину, блядь. Я не понял, что есть сила, которая им противостоит. Мы сделали живую легенду из всего этого. Люди боятся всего этого. Люди рассказывают прекрасные сказки. Они нравятся, они боятся у нас этой угрозы. Мы, и мы, и все, кто был с нами вокруг сейчас. Вся эта семья московская антинация. Коалиция, как ты назовем его так. Мы добили свинников. Мы добили осторожно. Мы хозяева наших городов. Они сука. Здесь без фашистов. Здесь без фашистов. Здесь без фашистов. Здесь без фашистов. Спасибо ребятки, что посмотрели данный фильм. Я надеюсь, что он вам понравился. И, может быть, заставил вас о чем-нибудь задуматься. Спасибо всем тем, кто, так или иначе, принимал участие в создании данного фильма. Спасибо всем тем, кто дерется на улицах и очищает наш город от коричневой мрази. Спасибо всем тем, кто осуществляет юридическую помощь нашим ребятам, попавшим за стенки. Спасибо тем людям, которые в своем творчестве поднимают тему антифашизма. Ребята, вы молодцы!